Меня зовут Иванова Екатерина Сергеевна. Я хочу обратиться за помощью к председателю Следственного комитета России Быстрыкину Александру Ивановичу. В 2013 году я приобрела в ипотеку квартиру в доме номер 7 по улице Ленинградская в Энгельсе. Указанное помещение мной было приобретено за счет продажи личного жилья и заемных денежных средств. 1 млн 950 тысяч рублей были предоставлены по ОПРОМ-связьбанк. Прежнее наименование ОАО АКБ-связьбанк на основании заключения кредитного договора от 18 августа 2013 года. До 2020 года мной исправно вносилась плата за кредит и обязательные платежи. В 2020 году при наступлении последствий распространения коронавирусной инфекции я была вынуждена обратиться в связьбанк с заявлением о предоставлении ипотечных каникул. В мае того же года ипотечные каникулы закончились и мне сообщили, что связьбанк перешел под управление в ПАОПРОМ-связьбанк. Так как на тот момент я оставалась без работы и находилась на лечении от коронавирусной инфекции, банк мне предложил повторно оформить ипотечные каникулы и выдал новый график платежей. Спустя 5 месяцев мне начали поступать звонки из ПАОПРОМ-связьбанка об образовавшейся задолженности. При посещении отделения банка по адресу Энгельс-Маяковского, 48, мне были выданы еще два разных графика платежей, в которых были прописаны разные сроки и разные суммы по ипотечному кредиту. Обновленный платежный график, предоставленный ПАОПРОМ-связьбанком, мне стал непонятен. Я не могла разобраться в графике платежей и их размере. Когда я стала уточнять у специалиста банка, по какому графику я должна вносить оплату по кредиту, специалист не смог ответить на вопрос и сказал, что я должна обратиться в Центральный отдел в Саратове на улице Советская, 20, дробь 28А. При посещении Центрального ипотечного отделения банка мне не была оказана помощь по вопросу установления единого графика платежей, и меня вновь перенаправили в другой главный отдел банка, но уже в Москве. Для того, чтобы разобраться с платежным графиком, я обратилась к юристу. Его кандидатуру мне порекомендовала знакомая. Этот юрист утверждал, что имеет опыт ведения подобных дел и уверил в том, что ситуацию, возможно, и необходимо разрешить. Он пояснил, что для разрешения сложившейся ситуации с ПАО «Промсвязьбанк» мне необходимо совершить определенные действия правового характера. Он вызвался мне помочь и уверенно заявил о наличии у него специального опыта и объема необходимых знаний для разрешения ситуации. Также он пояснил мне, что оплачивать ипотечный кредит в ПАО «Промсвязьбанк» больше не нужно до окончания разрешения ситуации. Не имея специальных познаний в области права и не имея специального юридического образования, я согласилась на оказание помощи этим юристам. С ним было заключено соглашение, стоимость исполнения которого составила 120 тысяч рублей. Также этот юрист получил от меня доверенность нотариальную на предоставление интересов. За все время сотрудничества этот юрист не предоставлял мне результат проведенной работы, а лишь уверяю меня в том, что ситуация находится под его личным контролем и ведет к положительному результату. Часто не выходил на связь, но при личных встречах и в разговорах по телефону убеждал, что он занимается вопросом, говорил, что все под контролем. Суть и порядок действий он мне не разъяснял, указывая на то, что необходимо доверять ему, у него есть определенный опыт ведения данных дел. Также он продолжал убеждать меня в том, что оплачивать ипотечные платежи в ПАО «Промсвязьбанк» мне не нужно, а нужно только ожидать получения документации от банка и окончания рассмотрения судом гражданских дел. Поскольку этот юрист был по рекомендации, я ему полностью доверяла и, соответственно, не понимала возможных последствий от его неправомерных действий, направленных на изъятие приобретенной в ипотеку квартиры. В конце 1923 года я узнала, что Энгельским районным судом принято решение по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на предмет залога квартиру путем ее продажи с публичных торгов. Октябрьский районный суд отказал нам признание этих торгов недействительными. В результате противоправных действий нашего юриста жилья были лишены я, бывший супруг, моя совершеннолетняя дочь и мой несовершеннолетний сын. Но юрист утверждал, что торги были проведены незаконно, подавал новые заявления в суд и успокаивал, что так и должно быть, что дело мы выиграем, что я могу не переживать. В 1922 году квартира была реализована с торгов, но по решению суда действовал запрет на совершение каких-либо действий с данной недвижимостью. Новый покупатель не мог оформить собственность на квартиру, поэтому его денежные средства были заблокированы судебными приставами. В течение года юрист также утверждал, что все идет по плану и мы дело выиграем. В июле 1923 года я узнала, что по заявлению специалиста по задолженности банка соединоденежные средства со счета были списаны в пользу ПАО «Промсвязьбанк» на погашение задолженности по ипотечному кредиту. И у покупателя данной квартиры появилась возможность оформить квартиру в собственность. Целый год новый собственник не объявлялся. Наш юрист подавал все новые и новые заявления в суд и убеждал, что мы выиграем все дела. В декабре 1923 года я начала понимать, что квартира потеряна и обратилась к другому юристу за консультацией. Тот ознакомился с документами и предположил, что все действия моего представителя были направлены на то, чтобы мы лишились квартиры. Я начала искать похожие случаи на судебных сайтах и узнала, что таких проигранных дел у юриста, который вел мое дело, как и у меня, десятки. Но, к сожалению, я не нашла контактов пострадавших. 14 мая 1924 года появился покупатель квартиры с болгаркой в руках, сообщил, что он вступил в право собственности, просил покинуть помещение и предупредил, что он намерен поменять замок. В это время несовершеннолетний сын находился в квартире один. Мне пришлось экстренно отпрашиваться с работы, так как ребенок был в опасности. По приезде с покупателем мы договорились об отсрочке переезда на 5 дней. Этот случай с неоговоренным визитом и болгаркой повторился и на следующий день. Новый владелец не предъявил и отказался предъявлять документы на собственность и паспорт. На данный момент я, бывший супруг, дочь и несовершеннолетний сын прописаны в этой квартире. Мы не получали никаких судебных извещений или решений суда о том, что мы обязаны покинуть помещение, что мы выписаны из этой квартиры и не имеем права в ней проживать. На данный момент мой сын является членом сборной России по самбо. Данная ситуация очень сильно влияет на его психологическое состояние и мешает уделять достаточно времени подготовке к первенству России в составе сборной Саратовской области. Так как мы переживаем, что после тренировки ребенок домой вернется, замок будет срезан, то есть мы не попадем в квартиру. Фактически мы остаемся без жилья из-за ошибки промсвязь банки, мошеннических и некомпетентных действий моего юриста. К тому же, также моя дочь, которая еще не окончила учебу в университете, также находится на Иждивении. Мы с мужем, как добы прорядочные граждане, законопослушно выплачивали ипотечный кредит и квартплату в срок на протяжении 7 лет и практически смогли выкупить эту квартиру с надеждой на то, что будем иметь свою собственность. Мы также призываем людей, которые попали в похожую ситуацию, откликнуться, так как я не смогла найти их контакты и предупредить, так как от действия данного юриста могло пострадать и может еще пострадать очень много людей. И, уважаемый Александр Иванович, очень просим помочь вас в данной ситуации, вникнуть в нее, разобраться.